На красивой картинке возвышается современный многоэтажный дом. На первый взгляд он даже вписывается в общегородской ансамбль и единый архитектурный стиль курорта. Но члены градостроительного совета на изображение смотрят не виртуально, а реально. Сомнения у специалиста вызывает место будущей стройки. Участок под новостройку расположен в пойме реки поселка Дагамысь. Поэтому у архитектора возникает сразу несколько вопросов. Планируют ли потенциальные застройщики проводить берегоукрепительные работы и учитывалось ли воздействие смерчевых ливней, которые достаточно часто выпадают в таких районах. Следующий вопрос, которым задаются члены градостроительного совета и глава города – запланировано ли в проекте планировки территории строительства социальных объектов. Нам нужен этот совет исключительно для того, чтобы четко все рассчитать и сказать, если можно, то при каких условиях. Если можно, то где построим детский сад. Давайте во всем разбираться. Вот мое мнение. А дальше думайте. Пока я не вижу. Я спрашиваю один вопрос, а куда дети пойдут? Не знаю. Кто должен построить? Вы. Хорошо, мы. Но самое главное, их негде строить. Я вам могу сказать, что по Дагамысу у нас уже скоро четвертая смена пойдет в школе. То есть надо строить школу, надо строить детский сад. Если это мы не можем строить, то надо забыть о Дагамысе. Учитывая полученную информацию, члены градсовета сделали анализ и экспертное заключение. Дали специалисты заказчику и свои рекомендации. Пока у нас все-таки не будет документа по планировке территории с участием всех заинтересованных лиц, это не значит, что их интересы будут удовлетворены. Но, по крайней мере, все увидят ясную картину, что есть, что можно, чего нельзя и что будет. Что нам нужно от эксперта? Четкое понимание того, к чему это приведет. Потому что та же Ольга Викторовна буквально недавно ко мне приходила, я говорила, в Дагамысе построили два дома бездумно в пойме реки, да? А? Вот как раз об этих домах речи. Ну, так если вы же мне пришли и сказали, что это делать нельзя, этого делать нельзя, что это приведет даже к экологической катастрофе. И вдруг мы опять рассматриваем. Еще одно строительство, но уже в Адлере, городу предлагает другой заказчик, решивший возвести крупный торгово-развлекательный центр на пустыре в районе аэропорта. В данном случае также масса недоработок и упущений. По общему мнению главы города, членов градсовета, застройщик не учел дорожную обстановку в районе и постоянные заторы. Новый торговый центр может стать причиной транспортного коллапса на и так сложном дорожном участке. На данном этапе предложенные городу проекты признаны сырыми и недоработанными. К таким проектам планировки подходить следует комплексно, подчеркивают члены Сочинского градостроительного совета. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.